здравствуйте друзья еще по-другому говорю здареньки были дело в том что сейчас у меня сеанс с украиной вы не поверите что такое может быть у наше страшное время но жизнь продолжается и мы садоводы продолжаем говорить только садоводческих делах сегодня Рождество сегодня надо праздновать сегодня надо думать только о хорошем и вдруг я неожиданно для себя получаю вот это вот письмо по этапу сейчас мы все с вами с ним познакомимся я всегда говорю я люблю подарки очень люблю подарки женщинам может быть нужна сумочка вот может им нужны меха может им нужны бриллианты мне нужны от вас результаты работы с моими материалами косичками черенками и саженцами ну что готовы как говорил этот незабвенный товарищ держите за стулья и так на селе показывают эту фотографию я вас интригую вот сейчас поймете пока скажу одно сумская область украина казалось бы чё особенно украины чтоб там не выросли персика а я сразу скажу согласно официальной литературе персики выращиваются на украине но если хотите в украине никого не хочу обидеть вот это значит херсонская область николаевская область одесская область и назовем ее нейтрально крым вот не называя его никак по другому и так просто крым значит вот в этих областях он растет и вдруг сутская область наверное там есть любители если уже у меня в сибири растут персики так что там говорить сумской не вырастет но тем не менее полюбовались идем дальше впереди интрига впереди величайшая тайна полюбовались полюбовались посуде какая прелесть а еще полюбовались а еще полюбовались а А ещё полюбовались. У меня ещё вебинар послезавтра, я ещё там похвастаюсь. Ну, в общем, всё. Казалось бы, всё. Ну, позавидовать можно. Да. И вот оно письмо, внимание, звуковое. Приветствуем, Валерий Константинович. Да, может, вы не помните, я ещё года четыре назад с вами связывался по электронному. Воронной почве связывался и с Бродским. Короче, Персик появился у меня шесть лет назад. Черенок оказался в Запорожской области. Максисад, Кривояз Юрий. Он, говорит, приобрёл его у Малькова. Связался я с Мальковым. Мальков, говорит, в Чернобаево. Вот такая история. Спасибо, брат. Ты меня обрадовал, знаешь, чем? Ты закончил слабый Чернобаево, а вся страна знает, что два первых саженца Хасанского Персика переехали от меня к нему. А он, как талантливый художник и садовод, размножил. Потом в гостях был Мальков. Мальков у него раздобыл. И пошло, пошло по кругу. И уже попало на Украину. Вот эти слова насчёт ваших. Я же понимаю, что вы это всё придумать не могли. И для меня это очень важно. Показать, что мы все садоводы-братья. Лишний раз подчеркну. Я возьму даже небольшой вот такой фильм «Ваши слова». Возьму и процитирую. Вот. Каким образом она попала к вам. И прекрасные получились фотографии, за что я вам благодарен безмерно. Вот. И ещё даже не удержусь, покажу на вебинаре. Всё-таки пошло от меня, а я всё-таки не в очень простой ситуации нахожусь. Вот. Последние фразы-то были, знаете, какие? Шарлатан. Ничего у него своего нет. Вот. И так далее. Дорожийся, земляк. Мирное время, хорошее время. Я бы всей стране раззвонил. Я дружу с украинцем таким-то. Хотя не обязательно, что в Украине сможет быть русский, допустим, по национальности. Но не в этом. Это совершенно не имеет никакого значения. Я сам полукраинец, полурусский. И вот я хочу сказать, что я сейчас сниму этот небольшой фильм. Так. Вот. Сумская область с Украином. Вот. Я специально не буду указывать, и не знаю, ваше фамилия, имя, отчество, более точный адрес. В добрые, благословенные времена я бы гордился бы и сказал, вот, я дружу с украинцем в Сульской области. Район такой, село такое, номер дома такой. И вот его сад. Ну, время такое. Только общими фразами, к сожалению. Вот. Говорю об этом, волнуюсь, в глазах слезы стоят. Ну, а вы будете первым читать, первым зрителем этого небольшого фильма, потому что меня достали персики, абрикосы, Сибирь переедет на юг, даже все погибнуть. Вот. Это вы мне, назвав фамилией Чернобаева и этого самого Морькова повезли, и вы их просто так знать не могли. Значит, все по-честному. Так, друзья. Вот и заканчивается этот фильм. Это рождественская сказка. Вот. В последнее время упор на персики, потому что пропадала посылка этих же персиков хасанских, этих же, подчеркиваю. Вот они, персик хасанский. И то, что она попала на Украину, это мое счастье, это моя гордость. Вот. Это мой вклад в общее дело. В 2014 году, тот самый страшный год, начали меня печатать киевское издание в виде альманаха. Мои, эти самые, главы книг. Потом я получил приглашение. Это было наисерьезнейшее приглашение. Почему? Написано было, связались со мной, дорогу оплачиваем. Вот. Гостиницу оплачиваем. Серия выступлений перед этим полным залом в Киеве, садоводов. Все это мы обеспечим. Вы только дайте согласие на приезд. Это был 2014 год. Вот. Возможно, если бы не это страшное время, которое разделило нас на две половинки. Вот. И так вы поняли, о чем речь идет. Возможно, приехав на хорошо в Украину, в Киев, я бы там выступил. Возможно, я бы и там нашел свое место. Ведь меня уже приглашали в Питер, приглашали в Челябинск. Вот. Знаете, когда показывают ключи от треховутой квартиры, показывают коттедж, чуть-чуть не достроены под отделку. Вот. Это все было серьезно. Вот. И не состоялось. Мой переезд на Украину. Вот. И не мог состояться. Потому что я сибиряк. И мне доказать, что я что-то на что-то годен, я могу только в Сибири. Я сейчас еще отвлекусь на минуточку. Ну вот. Значит, я когда начал это говорить, мои слова подтвердит Александр Алексеевич Ребрик, главный редактор красивого большого журнала «Вестник садовода». Вот он допечатал статью крупного ученого Ренекампа из этого самого, из селекционного Московского института. Вот. О которой, рассказывая о садоводстве, вдруг в середине ни с того ни с сего взял и ставил такую строчку. Вот. Значит, сам генерал Раевский председатель императорского общества садовода, ну, вы поняли, 19 век, не согласился бы с железом о том, что селекционное клонирование витативной генерации существует. Вот. Тогда я поднял данные, где жил наш предшественник, садовый генерал Раевский. Оказывается, у него был вилл в Херсонской области, как наруша, там, где, откуда я брал черенки. Вот. Часть черенков. И в Крыму. Так вот, ребята, если не напрягать дерево, если не давать ему возможность не жить, нет, в России невозможно жить, в России возможно выживать. Это касается и нас людей, это касается деревьев. И вот тут они раскрывают свои важнейшие качества. И я давно хотел об этом, нет, один раз рассказал, но мало. Вот. Откуда взялся хасанский персик в Сибири. Вот. А оттуда, чуть не сказал, как в анекдоте, идет корова, глаза туманные, корова, ты откуда? От верблюда. И вот однажды, это шутка, и вот однажды меня пригласили в СИЗО читать лекции в новом открывшемся музее имени Ярыгина, его сестра, нашего национального героя. А я согласился, чуть не сказал, сдуру. А моста не было, я садился в резиновую лодку в январе месяце. А это была самая страшная зима за все 40 лет, что я тут. Вот. Длинная, 40 и более градусная. И вот, я переплывал на резиновой лодке Енисей, шел клуб, уже синий от холода, а там полтора десятка стариков, ну, старшего возраста люди, и все. А я, зачем я туда ездил, зачем? И вот однажды мне сказали во время одного из таких лекций. Вот. А в Сизое есть пенсионерка, а у нее есть Персик. Вот. Я узнал адрес, я ее нашел, я выкопал из-под снега, единственную уцелевшую, он был мертвой, как это, как сосудка, единственную уцелевшую веточку из этой веточки, пошло триумфальное шествие Персика-Хасанский по Сибири, а потом и по всей России. Кто из вас меня уже знает, он знает, что и понимает, что это все правда. Вот до Украины добрались. Фамилия Малькович Чернобаев, мой земляк с Украины, не мог придумать, не мог, тем более он ссылается на Запорожского садовода. Вот так пошла, вот он, триумф. Он расширяется, это сегодня 7 января, 7 января врать нельзя, 7 января это самое, грешить нельзя. Я не считаю, что это за грех, то, что я занимаюсь. Меня Бог простит. Вот почему? Потому что именно 7 он мне взял и прислал вот это вот письмо. Я считаю, тут без внешней силы невозможно было бы ничего. Это мне подарок, мне, за то, что я на лодке резиновой переплывал огромный Енисей, за то, что я думал, зачем я это делаю? А в этом клубе последняя интеллигенция, сейчас уже почти никого в живых нет, ведь прошло же 20 лет, и вот это вся, это интеллигенция, я-то сейчас скажу, 21-22 прошло, и вот это интеллигенция, а кто читал стихи, стихи, которым Пушкин бы обзавидовался, сколько было это, кто-то слайды, на этих слайдах я увидел 100-граммовое сливы, а потом и нашел эти сливы, вот, а потом кто-то сказал, что есть шелковица там, и нашел, и опять замерзшая шелковица, и опять я взял веточку, укоренил ее, а теперь я учусь всю Россию укоренять таким способом, вот, вот так я всегда удивлялся, почему я так себя веду, ведь это же нелогично, это опасно, ну что же это такое, почему ноги идут сами, почему они приходят на нисей, и я качаю резиновую лодку, вот, мороз, там такой мороз, что невозможно себе представить, а оно само, ноги сами, руки сами, вот, и понял только к концу жизни, вот сейчас, поняли, да, и так перед вами хасанский персик, еще один, вот, покажу на вебинаре, а еще, я же еще не все показал, у меня целая папка с такими по всей России, вот, причем, ну, чаще всего они просто из косточки, и уже мои из косточки превзошли меня, вот, и я уже убедился, что нет, не существует, никакого жесткого детерминированного генома, вот он такой, и такой должен быть, вот, и можно его копировать, и тиражировать, копировать, тиражировать, и он такой будет, нет, влияние почвы, влияние климата, здесь чистый стопроцентный мичурин, меняется не просто, на уровне, меняется, ну, буквально преображается так, что можно смело говорить, что существует и генетическая селекция, вот, только перенеся с места на место, ну, а дальше я все, что говорю, я уже оформлю в виде постулатов, и пусть кто-то кинет мне камень, что опять не я первый это придумал, я имею ввиду, что, вернее, не так, что не я первый это внедрил таким образом, вот, именно таким образом, почему? Не было таких возможностей ни у кого, никогда, что пошло по кругу, пошло, 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 вот, и вернулось ко мне в виде фотографии. Все, друзья, у меня праздник, сегодня 7 января, благодарю за внимание, вот, а посылка, кстати, нашлась, от Мезинов едут сотни косточек персика, вот, этого же Хасанского, и они дальше пройдут триумфальным следствием по всей России, хотя у меня уже много заказало, но, я не знаю, сколько там косточек, он навалом насыпал, несколько сотен, надеюсь, всем желающим хватит. Все, друзья, на этом я заканчиваю, дальше говорить, это уже будет коммерция, а сегодня все-таки праздник, великий праздник, с чем я его поздравляю и вас, и себя тоже. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,